Начиная эту работу, я имел намерение изложить на 300 страницах 50 лет истории кино. При изучении литературы я столкнулся с противоречиями различных авторов, и это заставило меня обратиться к первоисточникам. Что касается изобретения аппаратов, то здесь дело сводилось к тому, чтобы изучить, систематизировать и беспристрастно изложить факты. Но годы рождения кинематографического спектакля и кинематографической промышленности с 1897 по 1915 оказались очень малоизученными. За исключением замечательного произведения Терри Рэмси «Миллион и одна ночь», которое часто плагиируют и редко цитируют. Чтобы узнать об изобретении и возникновении кино, я углубился в исследования, которые навели меня на мысль написать всеобщую историю кино. Первый том посвящен проблеме изобретения аппаратов и истории рождения нового жанра зрелищ. Он заканчивается пожаром на благотворительном базаре. Второй том делится на две части. Первая часть, которая заканчивается путешествием на Луну, заключает в себе характеристику эпохи Мельеса. Кино находилось тогда в стадии кустарного ремесла. В Англии и во Франции создаются элементы техники кинематографии. Кино становится средством выражения, искусством. Вторая часть ведет от путешествия на Луну к убийству герцога Гиза. Эта эпоха Патте – бурное развитие производства и коммерческой эксплуатации кино – приводит к созданию кинофабрик со сложной аппаратурой и сложной коммерческой структурой. Французское кино господствует в мире. Увеличение числа фильмов ведет к изменению их художественных достоинств. Это период рождения художественного фильма. Третий том начинается с характеристики первых шагов французского художественного фильма и заканчивается описанием периода расцвета американского кино, начало которого восходит к рождению нации Гриффита. Кино стало интернациональным. Во многих странах кино – это крупная промышленность. Америка, являвшаяся до этого главной потребительницей фильмов, теперь завоевывает первенство в мировом производстве, которое удерживает за собой и до сих пор. Появляются кинозвезды и режиссеры, одновременно революционизируется и техника. Чтобы написать историю большого периода немого кино с 1916 по 1928 и звукового с 1929 по 1939 года, чтобы изложить ее с необходимой полнотой и объективностью, потребуется широкое международное сотрудничество. В настоящем томе читатели могут обнаружить многие несовершенства и неточности. В этом повинны обстоятельства, часто не позволявшие мне для проверки некоторых фактов и исторических моментов обратиться к первоисточнику. Я заканчивал первую редакцию, являвшуюся результатом 18 месяцев научной работы, в ходе которой мне остались ясны пробелы в собранной мной документации, когда разразилась война 1939 года. Я принужден был продолжать работу в условиях странной войны, а затем в эвакуации в Тулузе. Я мог рыться в большей части французских документов, но я не мог обратиться ни к Film Art Library Музею современного искусства в Нью-Йорке, ни к британскому киноинституту в Лондоне. И в то же время я считал для себя невозможным пользоваться Рейхсфильм-архивом в Берлине. Эти обстоятельства объяснят иностранному читателю, почему я как бы пренебрег работами таких исследователей, как Лепренц, Лерой, Фриз, Грин, Аншуц, Складновский и другие. Пусть они не приписывают этого моему пренебрежительному отношению к достижениям их стран. Это лишь результат отсутствия материалов. Я постараюсь восполнить эти пробелы в других изданиях, если, по счастью, труд мой будет переездом. И одновременно я исправлю ошибки, которые мог допустить, и за сообщения о которых я буду благодарен читателю. Все же я не думаю, чтобы эти дополнения или исправления могли бы в корне изменить мою точку зрения. Двадцать лет назад разногласия о том, кто изобрел кино, были в разгаре. Сторонники противоположных мнений сражались с ожесточением. Теперь ярость поутихла, и можно судить объективно. Со своей стороны я старался подойти к вопросу спокойно и беспристрастно. Когда я начал работу, я был убежден, что Лемьер – единственный изобретатель кино, как писали у нас. Изучение текстов и документов привело меня к совсем другой точке зрения, которая учитывает вклад, внесенный другими французскими и иностранными изобретателями. Я, в частности, старался подчеркнуть значение Эдисона, имя которого обычно не упоминается во Франции, в то время как в США его считают главным или даже единственным изобретателем движущейся фотографии. Эта работа, выходящая с опозданием, должна была появиться под псевдонимом во время немецкой оккупации. Поэтому некоторые элементарные истины я должен был выражать эзоповым языком, рассчитывая на братское сообщничество читателей, которое тогда существовало. Внося исправление уже в верстке, я не смог изменить общий тон работы, но я полагаю, что направление ее, хоть и завуалированное, достаточно понятно. Я благодарю всех, кто помог мне довести работу до конца. Прежде всего, я хочу отдать честь памяти моего друга Уанна Пикераса, директора Ностеро Чинима, в 1936 году расстрелянного на больничной койке франкистами. Это он, первый, подал мне идею написать историю кино, которую я бы никогда не начал без поддержки Леона Мусинака, предоставившего свою библиотеку в мое распоряжение. На ход начитал мою рукопись, так же, как и Луи Арагон, и Шарли Хейнхелин, который одновременно с критическими замечаниями и советами предоставил мне также необходимые исторические и экономические материалы. Шарли Хейнхелин умер в Тьере в августе 1944 года, когда руководил группой франк-терреров и партизан в борьбе за освобождение Оверни. Джей Лейда из Film Art Library в Нью-Йорке и мисс Воган из Британского киноинститута предоставили мне в 1939 году документы, без которых мне было бы немыслимо говорить об американском и английском кино. Господин Вивье, профессор Института высших знаний кинематографии, великолепно знающий историю кинематографической техники, был так любезен, что пополнил в некоторых пунктах мою документацию. «Я не смог бы осуществить свою работу, не будь преданной дружбе и неустанной любезности в отношении меня Анри Ланглуа, основателя и генерального секретаря французской синематейки, документы и архивы которой были предоставлены в мое распоряжение». Господин Бонне, директор Индустриэль Форен, с большой любезностью позволил мне пользоваться собраниями своего журнала. Наконец, я должен поблагодарить господ Патанье, Куассак, Терри Рэмси и многих других. Я могу спорить с некоторыми из их выводов, но работы их были для меня очень ценны и послужили основой для многих страниц этой книги. Я закончу выражением пожелания. Исследователь сталкивается с большими трудностями, когда он хочет познакомиться с документами по истории кино. Каталоги производителей фильмов и многочисленные корпоративные обзоры, которые существовали до 1914 года, нигде не хранятся и не фигурируют в национальной библиотеке. Поэтому исследователь, который хочет изучить по архивам 21-х лет развития французского кино, находит лишь разбросанные там и всем отрывки и должен создавать гипотезы, чтобы продвигаться вперед, подобно палеонтологу или археологу. Французская синематека собирается создать библиотеку кино, которое восполнит этот огромный пробел. Я позволяю себе обратиться к тем из моих читателей, у которых оказались бы документы, представляющие ценность для историков и для библиотек, с призывом войти в сношение с синематекой. Я сообщаю им, что синематека создала комиссию исторических исследований, которые с восторгом встретят все сведения о пионерах кино, могущие пролить свет на некоторые моменты истории кино, что, конечно, помогло бы восполнить и некоторые пробелы этой работы. Субтитры создавал DimaTorzok